МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина в ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весенняя вахта памяти. Поисковики долины провели специальную экспедицию к месту падения под Демянском советского штурмовика Ил-2. Государевы люди, лучшие муниципальные служащие региона, получили награды на областном празднике местного самоуправления. Благотворительный показ мод. На подиум вышли известные новгородские женщины и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в ночном клубе метро. В ночь суббота на воскресенье один из посетителей решил завершить конфликт с охранником выстрелом из охотничьего ружья. Начальник охраны клуба, с которым удалось пообщаться в нашей съемочной группе, пояснил, что мужчина, скорее всего, целился в него. Дело в том, что за пару часов до происшествия именно он выставил выпившего посетителя за дверь. Тот пришел отпраздновать день рождения дочери и пытался забраться на сцену к диджею, чтобы показать танцевальный класс. Обиженный посетитель съездил домой за ружьем и в сопровождении друга вернулся в клуб. Я оборачиваю голову, вижу, как заходит мужчина с огнестрельным оружием. Да, вот тот самый Иван, отец девочки, со вторым молодым человеком. Вот второй молодой человек держал дверь. Тот самый, который буянил? Да, который буянил. Он держал дверь, а отец именно произвел выстрел. Но в Руфана не попал. От огнестрела пострадал 23-летний молодой человек. С ранением стопы он был доставлен в больницу. Злоумышленники же, воспользовавшись суматохой, скрылись с места преступления. Незабедлительно для их розыска сотрудниками полиции в областном центре был введен план «Перехват», в котором были задействованы сотрудники всех дежурных полицейских подразделений Великого Новгорода. Вскоре подозреваемые в совершении преступления по ориентировке были задержаны оперативниками уголовного розыска в взаимодействии с нарядом неведомственной охраны отдела Росгвардии по Новгородской области. Задержанными оказались жители областного центра 1983 года рождения. Охотничье ружье у стрелка полицейские изъяли. По признакам хулиганства совершенного группой лиц возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Сегодня стало известно о кончине после продолжительной болезни Николая Николаевича Гринёва. Бывший директор Новгородского музея и заповедника, человек, чье имя неразрывно связано с современной историей Великого Новгорода, ушел из жизни 23 апреля. Почти из полувекового трудового стажа Николай Гринёв отдал музею 25 лет, из которых 19 его возглавлял. Именно благодаря ему музей сохранил статус объединенного музея-заповедника, вошел в свод особо ценных объектов культурного наследия России. В числе наград Николая Гринёва звание заслуженного работника культуры России, почетная грамота президента страны, знак за заслуги перед Новгородской областью. До своего 70-летия Николай Николаевич не дожил всего полгода. Прощание пройдет в среду в 12 часов в лектории Кремля. Похороны состоятся на Ермолинском кладбище. Сегодня в области начался весенний этап массовых поисковых работ. Они пройдут на территории 10 районов. По данным штаба экспедиции «Долина», участие в них примут более 2000 поисковиков из России и ближнего зарубежья. Своеобразный старт вахте памяти был дан накануне под Демянском. Здесь провели экспедицию к месту падения советского штурмовика Ил-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. С настоящего момента руководитель у вас один – это я. Значит, все, что я говорю, сделаем так, как я говорю. Идем туда, куда говорю, едем туда, куда говорю, останавливаемся там, где говорю. Иначе могут быть неприятности, с которыми потом бороться будет очень сложно. Инструктаж перед выездом искренне видит в первую очередь для гостей и журналистов. Тех, у кого мало опыта поездок на тягаче по бездорожью. Компания собралась большая. Все места и внутри, и на броне оказались заняты. Путешествие, правда, получилось непростым. Порядка 15 километров через булеломы, болота, овраги, ручьи и речушки. Около двух часов, и мы на месте. О том, что где-то здесь находится самолет, слухи ходили давно. Найти машину поисковикам не удавалось. В прошлом году два раза мы выезжали зимой сюда, по семье ходили, искали его. Найти не нашли. Нашли медведя. Медведь спал там под хвощей. А мимо этого прошли. Обнаружил самолет лесничий, который отводил делянку в этих краях и случайно на него наткнулся. В марте поисковики провели разведку, но сделать с машиной тогда ничего не смогли. Болото было сковано льдом. Вообще, Ил-2 самый массовый боевой самолет в истории. И, естественно, не такая уж редкая находка. Но данный экземпляр сохранился в очень неплохом состоянии. Обычно поисковикам достается груда обломков. А здесь целая бронекабина летающего танка и основание крыльев. Все, что смогли, местные жители уже давно отодрали и сдали в металлолом. Мы сейчас сколько ехали на тягачек? Они пешком ходили, с рюкзачком сюда. И вот такими рюкзачками, рюкзачками взяли и вынесли весь самолет из леса. Порубили, попилили. Не весь, да, не весь. Вру, обманулся немножко, да. К штурмовику подгоняют тягач, чтобы поднять его из воды и обследовать нижнюю часть самолета. Долго приноравливаются, примеряются, закрепляют тросы. Ну вот, вроде все готово, и машину ставят на попар. Теперь информации намного больше. Сходу появляются версии произошедшего десятилетия назад. Шасси не выпущены, значит, летчик садился на брюхом. Повреждения не сильные, видимо, было много снега. Загорелась машина, скорее всего, уже на земле. А вот и главная находка, ради которой затевалась экспедиция. Александр Морзунов показывает Андрею Никитину фрагмент с серийным номером штурмовика. На крыльях там вот это шиндик, это полокрыла шиндик, а вот это вот, это обязательный номер с самолетом. По номеру можно узнать имя пилота и его судьбу. Если выжил, повезло, если нет, искать останки сейчас бессмысленно. Внутри кабины пока еще глыба льда. На это место поисковики вернутся в мае, когда лед полностью растает. Возможно, тогда придется осушать участок болота вокруг самолета. А на сегодня работа закончена, можно возвращаться домой. Основная задача поисковиков выполнена, да и у гостей впечатлений хватает. Это опыт, мы увидели, как это, какая вообще обстановка, нам рассказали, что происходило. Возможная посадка этого самолета и многое другое. Школьница Инна довольно опытный поисковик, но она впервые участвовала в такой специфической операции. Демянский отряд «Находка» — одна из трех авиагрупп экспедиций «Долина», которые специализируются на поиске погибших летчиков. В прошлом году его усилиями были обнаружены 14 самолетов. В этом пока только три, но работа продолжается. Алексей Дмитриев, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. В Алдае в минувшие выходные состоялось областное торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Здесь же чествовали победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий Новгородской области». Спортсменка, активистка, красавица, а теперь еще и «Лучший муниципальный служащий Новгородской области». Елена Растригина — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Валдайского района. В конкурсе участвует впервые и сразу абсолютная победа. Слово, путь к такому признанию, по словам Елены Алексеевны, был не из легких. На муниципальной службе наша победительница уже 20 лет. Сразу после окончания института пришла работать в сельскую администрацию. Признается, было непросто, но упорство и желание помочь односельчанам удержали в профессии. Я считаю, что это действительно настоящие патриоты своего края, своей страны. Люди ответственные и деятельные. Сложно сочетать какие-то человеческие качества и законодательные нормы, чтобы их проявление не сказывалось каким-то образом плохо в сторону людей, а именно найти оптимальный вариант, чтобы принести пользу. О них со времен Екатерины II говорили «государевые люди». В реалиях дня сегодняшнего они первые, к кому приходят за помощью. Чиновники на местах, муниципальные служащие. Особенно близка эта связь с народом, как правило, в маленьких городах и сельских поселениях. Именно там их слушают и слышат. Умение поддержать каждого жителя в его инициативах, конечно же, поддержать каждого жителя в участии в различных проектах, в различных программах. Это, конечно, и есть одна из основных функций местного самоуправления. Служащие на местах призваны помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Не помешать сделать первые шаги тем, кто хочет расти и развиваться. На их плечах порой забота и о молодежи, и о стариках. И сегодня перед ними стоит очень важная задача. Задача развития всей нашей области. В каждом районе прошли общественные сессии, на которых активисты обсуждали и проблемы, и возможности своих маленьких территорий. Две недели, полторы тысячи участников и больше 700 первоочередных пожеланий по развитию региона. В ближайшее время я вас очень прошу все эти предложения начать реализовывать. Большинство из них нужно реализовать в этом году, и нужно сделать специальные дорожные карты, нужно поставить все в план работы. То, что невозможно реализовать быстро, нужно учесть в рамках бюджетного процесса, нужно сделать так, чтобы эти предложения попали в районные документы, в областные госпрограммы, может быть, в государственные госпрограммы. Андрей Никитин подчеркнул, что эту работу важно начать как можно скорее. Ни одно пожелание не упустить, не потерять и все идеи реализовать. Для наглядности и доступности в самое ближайшее время на сайтах муниципалитетов должен появиться своеобразный светофор. И каждое предложение будет отмечаться красным цветом, в том случае, если пока его невозможно реализовать. Желтым, если решение проблемы в процессе. И зеленым, в том случае, если пожелание гражданина выполнено. К слову, добавить зеленого цвета в светофоре муниципалитетов уже в 2018 году помогут дополнительные доходы местных бюджетов. Руководитель области пообещал пересмотреть систему межбюджетных отношений. Так, чтобы часть налогов на доходы предпринимателей оставались, что называется, на местах. Алена Сутина, Илья Круглов, Новости, Новгородское областное телевидение. В субботу новгородские коммунисты отметили 147-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. У памятника вождю мирового пролетариата собрались несколько десятков человек. Люди в символике КПРФ вспомнили о роли Ленина в истории страны и всего человечества. К монументу были возложены красные гвоздики. Явка сегодня даже больше, скажу, чем обычно. Ну и, конечно, то, что еще сказывается, то, что это юбилейный год, это 100-летие Великого Октября. И поэтому насыщенная наша программа, которая включает в себя все категории и подрастающего поколения, и задействованные люди старшего возраста, сегодня, наверное, тоже результат такой, скажем, активной работы нашего городского партийного отделения. В год столетия Октябрьской революции региональное отделение КПРФ проводит большое количество мероприятий. Одно из самых ярких – предстоящее 95-летие пионерской организации, которая после смерти Ленина стала носить его имя. Торжество состоится 19 мая. В календаре эта дата отмечена как День советской пионерии. В Великом Новгороде прошел благотворительный показ МОД, организованный фондом «Звездный порт». Его цель – привлечь внимание к проблемам тяжелобольных детей. Рядом с профессиональными моделями на подиум вышли известные женщины нашего города, а также мамы, которым выпала доля спасать жизнь своему ребенку. До начала показа МОД остаются считанные минуты. У ковровой дорожки, которая сегодня играет роль подиума, уже собрались зрители. Кстати, эту ковровую дорожку организаторы позаимствовали из здания правительства области. Да и сам показ мод не совсем обычный. В центре не одежда, как это обыкновенно принято, а сама модель. На подиум выходят мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот день они хоть на какое-то время забыли о своих заботах. Не секрет, что мама 24 часа в сутки находится рядом с больным ребенком. Благодаря ей он делает первый шаг, возможно, первый глоток, возможно, произносит первое слово. И очень важно поддержать этих мам. На это направлены программы фонда в этом году. В показе участвуют пять мам. Для Натальи Тихонова это первый подобный опыт. У ее восьмилетней дочери ДЦП, уход, медицинские процедуры и занятия. На себя времени не остается, говорит новоиспеченная модель. Но только не сегодня. Прошло все отлично, я даже нисколько не волновалась. Хотя это мой первый такой показ. Ну, все прошло хорошо, как и планировали. Вы довольны? Да, я довольна. А вот на подиум выходит красавица Оксана Сас. Мама девочки с серьезным заболеванием и по совместительству ведущая Новгородского областного телевидения. По ковровой дорожке идет со знанием дела, что неудивительно. За ее плечами победа в конкурсе красоты. Вместе с мамами тяжелобольных детей по подиуму щеголяют и известные женщины нашего города. Условия равные. Многие из них в показе МОД участвуют также впервые. Вице-губернатор Вероника Минина к публичным выступлениям привыкла, но не в таком амплуа. Волновалась перед выходом и ведущая новостей нашего телеканала Елена Катаржина, которая с удовольствием приняла приглашение поучаствовать в благотворительном показе МОД. Все мы мамы знаем, да, ребенок заболел, неделю-две болеет, это очень тяжело. А эти мамы, они поддерживают своих детей, вынуждены поддерживать своих детей всю жизнь. И физически, и морально, и финансово. То есть мы все знаем, сколько это стоит. Поэтому за это мероприятие, конечно, за то, что меня пригласили на это мероприятие, большое спасибо. К слову, здесь мамы поддержали не только морально, но и материально. В ходе модного показа был организован сбор средств. В итоге набралось почти 13 тысяч рублей. Вероника Корпесонова, Владислав Ковалевский, Новости, Новгородское областное телевидение. К этому часу все. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды, развитие событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи. Холл культурного центра «Акрон» полон людьми. Работники завода, их семьи и ветераны предприятия собрались в очередной раз, чтобы доказать. Сотрудники химкомбината не просто профессионалы своего дела, но и люди с огромным творческим потенциалом. В фестивале цехового творчества «Я люблю Акрон» участвуют 14 команд и два коллектива ветеранов. «Акронремонт», «РСЦ», «Аммиак-4» – у каждого коллектива своя группа поддержки. За кого пришли болеть? За сухой лед. Почему за них? А работаем на сухом льде и переживаем за наших. Желаем им победы. Подготовили кричалки? Ура, ура, сухой лед вперед. Что будете кричать? Победу, геапу? Я люблю Акрон. В зале и на сцене и те, кто отдал химкомбинату в буквальном смысле полжизни. Неунывающие ветераны Задорны посвящают гимны родному Акрону и по-прежнему с ним не расстаются. Нас не забывают. Спасибо Акрону, спасибо всем. Я рада, что я работала на Акроне, потому что действительно у нас люди, даже некоторые, нам завидуют из-за того, что мы чем-то заняты и материально нам помогают. 14 команд, 14 творческих зарисовок о буднях химкомбината. Немного о том, чем живет ремонтно-строительный цех, о рок-музыкантах, скрывающихся за рабочими спецовками, и настроении, с которым акроновцы ежедневно заступают на смену. Все это в песнях, видеороликах и постановках коллективов. В зале аншлаг, но помимо зрителей концерт наблюдает и профессиональное жюри. Лучшие номера примут участие в большом празднике по случаю полувекового юбилея Акрона, который с размахом отпразднуют в мае.